Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Разумеется, снова возвращаемся на финансовые рынки и смотрим за тем, что же интересного произошло за последние торговые сутки. Не забывайте о том, что в ходе этого брифинга будет анонсировано очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на выполнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках AMarkets. Чтобы воспользоваться этим бонусом, достаточно связаться с вашим персональным менеджером и поменять его на бонус на пополнение. Напоминаю также, что в отличие от прочих брифингов и прочих бонусов, этот действует до понедельника и у вас есть три полноценных дня, чтобы воспользоваться им и, разумеется, повысить покупательскую способность ваших депозитов. Поскольку торги весьма волатильные, динамичные, подвижные, это будет неплохая поддержка для, собственно, ваших депозитов. Начнем мы сегодня, собственно, как и всегда, с наших привычных активов. Это динамика нефти и, разумеется, российской валюты. Что касается Brent, на текущий момент актуальные котировки 48,53. Видим то, что по позициям черного золота сохраняется консолидация. Нефть никак не может найти дополнительный драйвер либо для восходящего движения, либо для коррекционного. Разумеется, мы делаем ставку на то, что коррекционная динамика является более сейчас превалирующей в дальнейших, скажем, следствиях, которые могут быть. Факторов достаточно. Мы постоянно анализируем общие показатели производства нефти в мире. Следующая, скажем, обновленная статистика будет на следующей неделе. И я, в целом, уже забегая вперед, могу сказать, что, скорее всего, мы увидим очередной прирост, что, в целом, позволит нам делать еще больше, скажем, упор на то, что перспективы по позициям, бренда исключительно медвежий. Вчерашняя торговая сессия позволила бренду набрать несколько пунктов. И связано это было, наверное, с локальным ослаблением позиций американской валюты. Если слабеет доллар, значит, снижаются цены, которые номинированы, разумеется, в американской валюте. Если снижаются цены на сырьевые активы, может быть, это станет причиной спроса. Это привычная логика для поведения, скажем, спекулянтов, трейдеров в отношении основных активов. И она, на самом деле, работает. Может быть, еще в качестве фактора поддержки стоит отметить рыночные ожидания. То, что запасы будут, точнее, объемы производства будут снижаться. Но, еще раз повторяю, на ожиданиях далеко не уедешь. И лучше бы, скажем, не вестись на эти ложные предположения, поскольку общий фундаментальный фон, статистика и, опять же, актуальные цифры, они сейчас нам не позволяют отказаться от тех медвежьих взглядов, которые действительно имеют место быть в отношении этого актива. По бренду мы смотрим по-прежнему на возможность возвращения этого актива в район 47 долларов за баррель и, может быть, даже снижение в район 45. Это следующая мощная поддержка, которая сейчас маячит, в принципе, на горизонте вполне оправданного и фундаментально обоснованного трейдинга. Также хочу напомнить, что, скорее всего, уже на следующей неделе мы вернемся к динамике роста запасов нефти США с точки зрения положительной тенденции, потому что сезонные факторы, они все-таки присутствуют на рынке. И я отмечал то, что сейчас нефтеперерабатывающие заводы по, разумеется, производственным мощностям по большей части не вырабатывают прежние объемы и, соответственно, можно делать ставку на то, что ближайшие 2-3 месяца у нас будет позитивная динамика в плане роста этого показателя. Значит, уже на следующей неделе мы вернемся и к локальным факторам, то есть будем цепляться за них факторов давления на позиции черного золота. Напоминаю, наша цель неизменна, долгосрочная, стратегическая это 45, но также, по мнению многих инвестиционных банков, Brent вполне может оказаться еще ниже. Что касается российской валюты против доллара, актуальные котировки 66,04. Также ситуация не меняется, мы полностью фокусируемся на динамике нефти и прекрасно понимаем то, что это сейчас главный триггер для движений и, собственно, волатильности российского валютного инструмента. Поскольку у нас нет оснований отказываться от долгосрочной медвежьей оценки стоимости позиции Brent, разумеется, также долгосрочно мы делаем ставку на то, что и рубль будет вынужден продемонстрировать еще несколько витковой девальвации и двинуть их к тем целям, которые мы поставили ранее. Напомню, это 70, хотя сейчас в качестве ближайшего ориентира можно отметить, наверное, значение 68. Мы прекрасно понимаем то, что сейчас вроде бы как и факторы локальной поддержки должны присутствовать на рынке через налоговый период, но рубль пока не торопится пользоваться этой поддержкой. Может быть, это связано с тем, что налоговый период, он уже, скажем, считается несостоятельным фактором позитива и лучше его даже и не закладывать в возможные какие-то повышательные динамики, укрепительные динамики российского валютного актива. Поэтому и по паре USDRAP мы по-прежнему придерживаемся старых целей, направленных на ожидание еще большего ослабления российского национального валютного актива. Идем далее. Евро-доллар. Вчерашняя торговая сессия, европейская валюта снова смогла продемонстрировать рост против своего основного конкурента, то есть уже две торговые сессии подряд. Хотя, если мы сейчас уже начнем анализировать ситуацию даже с точки зрения техники, думаю, что многие технари согласятся со мной, что вчерашняя как раз дневная свеча, она указывает на то, что есть неплохие предпосылки для того, чтобы и реализовывать как раз и технические факторы с точки зрения медвежьей динамики. Но и, разумеется, мы не забываем про общую фундаментальную картину, которая также продолжает толкать позиции главного валютного риска ниже локальных максимумов. На прошлой неделе пара евро-долларов торговалась выше уровня 1,14. Сейчас, судя по актуальным котировкам, 1,11 с небольшим. Получается, коррекция уже составила больше трех фигур. Что касается факторов. Вчера в рамках торговой сессии были опубликованы данные по индексу экономических ожиданий и бизнес-оптимизму от ИФА. На самом деле статистика действительно хорошая, может быть, даже можно увидеть тенденцию. Если по бизнес-ожиданиям посмотрим, то это уже восьмой или девятый месяц подряд прироста. Но здесь очень много, скажем, но. И я думаю, что на них обязательно нужно делать ставку. Во-первых, это показатель ИФА, не совсем объективный, и я уже об этом говорил. Если есть необходимость сцепляться за показатели бизнес-оптимизма с точки зрения, опять же, объективной оценки, то лучше смотреть на картину ПАЗЮ. Она уже радикально противоположная, поскольку на прошлой неделе мы анализировали эти данные. И если кто-то забыл, я напомню, что ПАЗЮ, как раз индекс экономических ожиданий, падает восьмой месяц подряд. Учитывая общую слабость валютного блока, мне кажется, что эта статистика является более реальной и объективной. Поэтому эти данные достоверны, и вот на ЗЮ обязательно нужно ориентироваться. Второе, но, заключается в том, что опрос бизнесменов немецких был произведен до того, как в средствах массовой информации стали активно обсуждать скандал с немецким автохолдингом Volkswagen. Напомню то, что американские партнеры обвинили Volkswagen в мошенничестве касательно того, что их новые дизельные двигатели совершенно не соответствуют стандартам экологических требований и безопасности. В частности, даже представители Volkswagen уже сообщили о том, что те машины, которые были поставлены на территорию США, это 482 тысячи автомобилей. Они оснащались датчиком с программным обеспечением чистый дизель. И эти датчики были неисправны. Соответственно, они показывали некорректную, недостоверную информацию и делали выклопы более чистыми, чем на самом деле. Тесты также проводились на неисправном оборудовании. Поэтому американские партнеры были введены в заблуждение и сейчас имеют полное право, чтобы выступить с исковым заявлением и, разумеется, потребовать возмещения определенного рода экологического ущерба. А сумма иска 18 миллиардов долларов. Она получается следующим образом. Максимальный штраф, который можно, скажем, изыскать в отношении каждого автомобиля, около 36-37 тысяч долларов. Поэтому, если мы 482 тысячи автомобилей умножим как раз на эту сумму, получится около 18 миллиардов долларов. Для европейской валюты, я уже отмечал, это фактор серьезного негатива. Может быть, если посмотреть, опять же, на уже текущую актуальную торговую сессию, евро потерял практически 50 пунктов только за азиатские торги. Этот фонд с Volkswagen уже, наверное, дисконтируется в стоимости главного валютного риска и, соответственно, создает еще больше фундаментальных оснований для коррекции. Причина конверсионной сделки на такую колоссальную сумму будут подразумевать необходимости обмена, разумеется, евро на доллары. И если на рынок поступит такой объем, чрезмерный объем ликвидности, значит, в целом на валютном рынке будут, разумеется, дополнительные негативные факторы. Для евро это, скажем, возможность через потерю спроса показать более низкие ценовые уровни, нежели те, на которых пара евро-доллар находится сейчас. Напомню, наша долгосрочная цель подразумевает возможность снижения этого тандема валютных активов ниже уровня 1.10. Хотя, если мы будем по-прежнему цепляться за очевидный контраст монетарных политик и ЕЦБ, ФРС, если мы будем, опять же, отслеживать ситуацию с доходностью американских бумаг, смотреть за актуальным новостным фоном по США за доходностью американских бумаг, если мы будем снова делать активную ставку на новые меры экономического стимулирования со стороны Европейского центрального банка, я думаю, что коррекция пары евро-доллар может оказаться гораздо ниже, чем уровень 1.05. Тем более, что многие инвестиционные банки отмечают по-прежнему актуальную цель, связанную с возможностью движения этой валютной пары в район паритета. Поэтому по европейской валюте, наверное, все только начинается. Если кто-то сомневается в том, что евро обречен на такое стратегическое снижение, сомневаться не нужно, потому что все располагает к тому, что именно оно и произойдет в самое ближайшее время. Но наша ближайшая цель, конечно же, 1.10. Ждем закрепления пары ниже этой отметки. Идем далее. Доллар японской иена. Актуальная котировка 120.30. Мы видели то, что вчера большую половину торговой сессии американец слабел. В принципе, консолидация была ниже уровня 120. И, разумеется, трейдеры предвкушали два важных макроэкономических отчета. Это по заявкам на пособие по безработице, заказанным товаром длительного пользования. И еще конференция руководителя ФРС Жанет Хеллин, которая состоялась уже, наверное, в переходе между четвергом и пятницей. В 00.00 по московскому времени. Оцените, собственно, этот новостной фон. У нас была возможность только, получается, сегодня ночью. И, в целом, я сейчас в двух словах коснусь основных комментариев, которые прозвучали со стороны президента и председателя Федеральной резервной системы. Для доллара, если вы есть возможность посмотреть за актуальной котировкой, за динамикой на сегодняшней азиатской торговой сессии, вы сможете увидеть, как американская валюта начинает цепляться снова за уровень 120, уже торгуется выше и, разумеется, активно теснит позиции своего основного защитного конкурента, японского актива. Поддержка для американской валюты сейчас, несомненно, идет с комментариев президента Федеральной резервной системы Джанет Йеллин. В частности, Йеллин отметила, что повышение процентной ставки трейдерам и участникам рынка стоит ожидать до конца этого года. Что касается инфляции, низкие показатели – это исключительно временное явление. И в перспективе, может быть, даже года полутора, ФРС может добраться до целевого показателя в 2%. Тем более, что основания, если, конечно же, цены на энергоресурсы начнут демонстрировать обратную тягу и динамику, будут достаточные. Также Джанет Йеллин отметила, что если временить с этими важными решениями сейчас в плане нормализации денежно-кредитного курса, то придется ужесточать монетарную политику потом сразу, мгновенно. Это будет уже серьезный риск для экономики. Поэтому ее позиция – делать все постепенно, последовательно. И начало для, опять же, повышения процентных ставок для нового вектора и курса денежно-кредитной политики может быть заложено уже до конца этого года. Еще состоится два заседания ФРС – это октябрьская и декабрьская. Мы сейчас, конечно же, ориентируемся на октябрьское заседание, где с большой вероятностью ФРС все-таки может анонсировать столь долгожданный шаг изменения денежно-кредитной политики. То есть мы действительно верим, что повышение ставки произойдет, и, соответственно, доллар получит должную для него, мне кажется, абсолютно оправданную фундаментальную поддержку. Из вчерашних отчетов, еще раз напомню, было два неплохих, важных макроэкономических релиза. Один по заявкам на пособия по безработице оказался очень хорошим, по факту 267 тысячи, против прогноза 271 тысячи. То есть положительная динамика у нас сохраняется, ниже 300 тысяч – это супер для американского рынка труда. Получается цикл уже из 30 недель, и, соответственно, самый продолжительный период улучшения экономической статистики за последние 40 лет. Соответственно, текущие показатели по безработице уровень 5,1%, но, судя по таким данным, я думаю, что уже на следующей неделе у нас будет возможность констатировать еще один элемент прогресса по американскому рынку труда, и, может быть, мы увидим уровень по безработице уже в 5%. Поэтому одна из серьезных проблем будет окончательно закрыта для американского мегарегулятора. И другой отчет заказа на товары длительного пользования. Здесь уже статистика неплохая, уже оказалась хуже, но в целом не такая негативная, как, наверное, могла бы быть. Поэтому сейчас нам остается следить за новостным макроэкономическим фоном, разумеется, искать дополнительную поддержку в следующих макроэкономических релизах. В частности, сегодня будет публикован самый важный отчет недели – это темпы экономического расширения ВВП по США. Выйдет он в 15.30 по московскому времени. Соответственно, если фактическая цифра хотя бы останется на прежнем уровне в 3,7%, это будет несомненный позитив. Но если мы увидим даже прирост, соответственно, доллар тут же воспользуется столь сильным макроэкономическим фоном и, может быть, двинет к следующему сопротивлению, которое сейчас находится по паре доллар-японская иена в районе 121. Мы же давно поставили долгосрочную цель – это движение этого тандема валютных активов в районе 125. Ждем пока и, разумеется, следим за новостным фоном, понимая то, что консолидация, которая сейчас происходит рядом с уровнем 120, она очень быстро будет смещена уже трендовым движением. И я надеюсь, что это трендовое движение будет предполагать как раз укрепление позиций американской валюты. Другие активы. OutUSD. Так, пробежимся под ценовым уровнем, под закрытие недели. 0,70. Как я уже отмечал, мы достигли нашей среднесрочной цели 0,70, но я считаю то, что можно сходить еще ниже. Ближайший ценовой ориентир – это поддержка в районе 0,68. USDCAD. Актуальной котировки 1,3325. Также наша цель реализована, но мы уже поставили новую. И, опять же, учитывая объективные проблемы канадской экономики, рецессию в первой половине 2015 года, слабые действительно показатели по темпам экономического роста, падения инвестиций, я считаю то, что Банк Канады может в ближайшее время анонсировать дополнительные меры экономического стимулирования через снижение процентной ставки. Поэтому до конца этого года даже на одних этих ожиданиях можно прокатиться до уровня 1,35. Новозеландская валюта против доллара торгуется сейчас на уровне 0,6350. Еще чуть-чуть, по сути, будет реализована еще одна наша инвестиционная идея, поскольку наша цель 0,63. Хотя, опять же, забегая вперед, могу сказать, что коррекция до конца этого года может оказаться еще более глубокой. Ну и, что касается пары USDCIF, каждую неделю я хотя бы один раз обращаю на нее внимание. Напомню, что мы стали поднимать американца против швейцарского франка с уровня 0,95, отметив то, что действительно эта валютная пара сможет в ближайшее время до конца года уйти в район паритета. Актуальная котировка 0,98. Те, кто, разумеется, не присоединился тогда к этой идее. Еще раз отмечаю хороший потенциал для получения профита даже за оставшиеся две фигуры. 200 пунктов это тоже очень много, но, уверяю вас, уровень паритета будет, и если вы не воспользуетесь этой идеей сейчас, потом будете жалеть. Поэтому USDCIF снова делаем ставку, по-прежнему делаем ставку на рост и движение в район паритета. Что касается кодового слова на сегодня, это фьючерс, величина бонуса 6,5%. Разумеется, если есть вопросы, оставляйте их на нашем официальном канале на YouTube под видео окном. Всего доброго, до свидания.